Дропсеты. Что это такое и как использовать? Дропсеты считаются одной из лучших интенсивных техник за всю историю бодибилдинга и призваны совсем по-новому стимулировать мышечный рост. Дропсет – специальный прием, с помощью которого подход в упражнении выполняется до отказа или почти до отказа. Затем сбрасывается некоторый вес, отягощение и выполнение подхода продолжается. С уменьшенным грузом. Данный метод был изначально открыт редактором журнала «Культура тела» Генри Антиксоном в 1947 году. С тех пор эта взрывная техника удостоилась обзавестись немалым количеством различных названий, в том числе «бывающие сеты», «тройные дропсеты» и «стрипсеты». Культуристы – уникальные спортсмены, потому что их главной целью являются исключения, косметические улучшения, а не развитие эффективности и производительности. Вот почему они предпочитают дропсеты. Потому что они направлены на увеличение размеров мышц, гипертрофия. Вы никогда не увидите футболистов, спринтеров или других спортсменов, использующих дропсеты, потому что эта техника не способствует росту силы, мощи и скорости. И поэтому, как правило, не эксплуатируется. Но если цель – чистая масса, то дропсеты подходят идеально. Давайте предположим, что вы делаете подход подъемом на бицепс 40-килограммовой штангой. Вот вы сделали 10-й повтор, который оказался довольно-таки трудным. 11-й пришелся чрезвычайно тяжким, даже с небольшим чистингом. А вот 12-й подвел вас к пределу. Вы достигли честного отказа. Но если убрать процентов 50-20 веса со штанги, то вы сможете продолжить. Даже если вы достигли точки мышечного отказа после 12-ти повторений в обычном подходе, это не значит, что вы достигли абсолютного отказа. Вы добрались до того, что называется позитивным отказом. И ваши мышцы все еще могут продолжать выполнение подхода, но только с уменьшенным весом. Видите ли, в обычном подходе, выполняемом до отказа, не активируются все мышечные волокна, группы мышц. Задействуется лишь то количество волокон, которое необходимо для поднятия определенного веса. Нужное число раз. Сняв некоторый вес и продолжая сет, вы раскрутите все больше и больше резервных мышечных волокон. Дроп-сет так активирует неподатливые мышечные волокна, вызывая рост, который не может быть достигнут путем выполнения обычного подхода, состоящего из 6-12 повторений. Если есть возможность полностью стимулировать мышцы с меньшим количеством сетов, но сделать это по-другому, то что в этом плохого? Любой подход будет давать усталость. Однако, уставшие мышцы будут по-прежнему получать максимальную нагрузку, так как уменьшенный вес будет пропорционально предыдущему, более тяжелому, который вы использовали, будучи свежими и полными сил. Дроп-сеты были любимой техникой тренировки самого Арнольда Шварценеггера. Именно благодаря ему этот метод так популярен сегодня и почти в любом тренажерном зале можно лицезреть данный прием. Но даже дроп-сеты, являясь одной из многих других продвинутых методик тренировок по бодибилдингу, могут быть выполнены различными способами. Далее приведены 12 самых интересных и распространенных из них. Дроп-сеты со штангой Этот метод Арнольд частенько любил использовать для подъемов на бицепс, но им также можно было пользоваться в любом другом упражнении, где задействуется штанга. Все, что вам нужно сделать, это сбросить диски, как только достигнете отказа. Допустим, вы делаете жимы лёжа с 50 кг штангой, вес штанги составляет около 20 кг, плюс по 3 диска весом по 5 с каждой стороны. Достигнув отказа с данным весом, например, к 10 повторению, вы уменьшаете вес на 20%, получается по 5 кг с каждой стороны, и сразу же продолжаете выполнение до следующего отказа с весом в 40 кг. Затем снова уменьшаете вес на 20% от первоначального, а не от промежуточного веса. Уменьшаемый вес каждый раз одинаковый, и двигаетесь к точке последнего отказа с весом штанги уже в 30 кг. Фишка в том, чтобы заранее правильно подобрать диски, если собираетесь применить дропсеты. Вместо двух 15-килограммовых дисков использовать 3 по 5 кг, чтобы можно было уменьшать вес. Снимать пластины со штанги может быть обременительным и снимающим много времени занятием до тех пор, пока у вас нет партнёра. На блочных тренажёрах дропсеты выполнять легче всего. Всё, что вам нужно сделать, это вытащить штырь из весового стека и переместить его вверх до более лёгкого веса. Это позволяет быстро менять вес, что в значительной степени увеличивает интенсивность подхода. Выполнять дропсеты в упражнениях с гантелями очень удобно. Например, если вы делаете боковые подъёмы с гантелями, вы можете начать с 12 кг, затем взять 10 кг и закончить подход с 8 кг. При таком раскладе вам не нужно далеко отходить от стойки с гантелями, что позволит быстро менять нагрузку. Попробуйте эту технику на свой следующий день, проработки дейт или бицепса, и вы почувствуете, как ваши руки и плечи будут накачиваться, словно воздушные шары. Сжатые дропсеты Сжатые дропсеты – это небольшое снижение веса, что делает подход сложнее и интенсивнее. Сжатый дропсет будет включать в себя любое снижение веса от 5 до 20%. Такие дропсеты чаще всего используются для небольших групп мышц и изолирующих упражнений. В отличие от сжатых дропсетов широкие, за счет уменьшения большого веса позволяют сделать больше повторений. Эти дропсеты используются для больших групп мышц – приседания, жим лёжа, жим ногами, тяга штанги в наклоне. И процент понижаемого веса составляет около 30%. Данный способ выполнения дропсета позволяет вам использовать два совершенно противоположных диапазона повторений, каждый из которых по-своему влияет на мышечную клетку. Это способствует росту мышечной массы, плюс невероятный пампинг. Для начала вам необходимо подобрать вес, с которым вы сможете сделать не больше 6 повторений. Выполнив 6 повторений, уменьшаете вес вдвое. И сделаете еще 20 повторений. В отличие от других приемов, где обычный вес уменьшается в два раза за подход, три различных веса. Здесь это происходит всего лишь один раз. Эти дропсеты обожал первый мистер Олимпия Ларри Скотт. Он использовал данную технику, чтобы развить чудовищные дельты и руки, даже несмотря на свои генетические ограничения. Ларри считает, что тяжелый вес и малое число повторений – лучший способ одновременно создать размер и развить силу. Диапазон в 6 повторений позволяет использовать более тяжелые веса, которые помогают сохранить силу и утолщить мышечные волокна. Начните с 6 повторений, а затем снижайте вес в два раза, примерно на 10-15%, и выполняйте еще по 6 повторений. В возрастающих дропсетах вес уменьшается настолько, чтобы можно было значительно увеличить количество повторений. Снижение происходит примерно на 25-30%. То есть первый вес будет самый большой, с которым можно выполнить 6 повторений. Затем скидываем 25-30% и выполняем с этим весом 10-12 повторений. Потом еще раз уменьшаем вес на те же 25-30% от первоначального веса и делаем с ним 15-20 повторений. Уменьшающие дропсеты очень похожи на сжатые. Здесь происходит незначительное уменьшение рабочего веса, примерно на 5-10%, что приводит к снижению количества повторений с каждым дропсетом. В отличие от других тройных дропсетов, здесь необходимо сбросить вес в 3 раза, 4 различных веса, и сделать 10-12, 6-8, 4-6 и 2 повторения, с каждым из отягощений соответственно. Это отличный метод выполнения дропсетов, который поможет поразить мышцы со всех мыслимых и немыслимых углов. Например, в упражнении сжима ногами можно сосредоточить нагрузку на медиальной, латеральной, промежуточной мышце или на бицепсе бедра и ягодицах. Все зависит от того, как вы поместите ноги на платформу. Начните упражнение с 6-12 повторений, с положением ног посередине, на ширине плеч. Затем сбросите вес и поместите ноги высоко на платформу, на ширину плеч, сделав еще 6-12 повторений. Опять убавьте груз, поставьте ноги вместе на самый низ платформы и сделайте очередные 6-12 повторений. Последний раз скидываем вес, ставим ноги широко, повернутыми наружу носками и делаем последние 6-12 повторений. 3 дроби веса, 4 позиции для тренировки ног, которые заставят ваши бедра расти сверху вниз, изнутри, наружу. Данный метод является невероятно трудным и большинство людей стараются его избегать. В нулевых дропсетах время отдыха между сменой веса буквально сводится к нулю. Для проведения таких дропсетов требуется не один, а целых два партнера по тренировкам. Например, если вы делаете жимы ногами, вам придется встать, снять вес с одной стороны тренажера, затем сделать это с другой стороны и только потом сесть обратно в тренажер. Этот процесс занимает не менее 10 секунд. За это время ваши мышцы уже начнут выделять молочную кислоту и восстанавливать свои энергетические запасы. Наличие двух товарищей позволит вам совершить истинные нулевые дропсеты, где вам даже не придется ставить вес на блокировочные рычаги. В сочетании с непрерывным напряжением между дропсетами, это поможет оказаться одной из самых сложных тренировок в вашей жизни. Дропсеты метода отдых-пауза в противоположность к нулевым дропсетам. Здесь вам отводится на отдых около 15 секунд. То есть скидывать вес вы можете в неторопливом темпе, позволяющий набраться сил для использования более тяжелого груза. Этот метод обладает двумя преимуществами. Задействует глубокие труднодоступные волокна и увеличивает вашу силу. Если дропсеты являются лучшей интенсивной техникой в бодибилдинге, то какая заслуживает второе место? Конечно же это суперсеты. А что может быть лучше, чем в сочетании двух самых эффективных методов бодибилдинга – дропсуперсеты? Вот как это работает. Сначала выберите два упражнения для вашего суперсета. Например, если это день дельт, пусть этими двумя упражнениями будут боковые подъемы гантелей и жимы гантелей сидя. Начните с регулярных 8-12 повторений боковых подъемов и максимального веса. Затем как можно быстрее переходите к жиму гантелей с использованием немного меньшего веса, чем обычно. И сделайте те же 8-12 повторений. Теперь опять же без отдыха возвращайтесь обратно к боковым подъемам, но используйте меньший вес. Затем возьмите гантели полегче и переходите к жимам. И наконец последний раз переходим к боковым подъемам гантелей, сбрасываем вес, выполняем до отказа и двигаемся к жиму гантелей сидя, где также уменьшаем вес гантелей. И все это считается одним подходом, после которого мы имеем заслуженные права отдохнуть пару минут. Это очень интенсивный метод, так что используйте его с умом. Обычно время между сменой веса варьируется в диапазоне от 0 до 10 секунд. Даже если вы делаете тяжелые дропсеты, отдых должен быть по-прежнему относительно коротким. В общем, чем короче промежуток времени между изменением веса, тем эффективными будут наши дропсеты. Чтобы быстро переходить от одного веса к другому, вы должны заранее правильно подготовить оборудование до начала упражнения. Вместо того, чтобы нагрузить штангу большими дисками, используйте небольшие по 5 и 10 килограмм. Если вы делаете тройные дропсеты с гантелями, выстроите все три пары гантелей заранее. Вы можете снижать вес столько раз, сколько хотите. Однако, существует так называемая точка убывающей отдачи, при достижении которой дальнейшие повторения становятся просто неэффективными. Поэтому наиболее распространенным методом дропсетов считаются тройные дропсеты, где вы используете три различных веса и всего два дроп веса. Диапазон от 6 до 12 повторений является наиболее продуктивным в бодибилдинге, поэтому его необходимо не нарушать. И при выполнении дропсетов, если вы хотите работать на поддержание или развитие силы, диапазон от 4 до 6 повторений идеально подойдет. Если же ваша цель чистая гипертрофия, держитесь 8-12 повторений для рельефа и невероятной детализации всех мышц. Время от времени поднимайте планку до 15-20 повторений, особенно на последнем дроп весе. Недостаточно просто оставаться в диапазоне в 6-12 повторений, но также нужно достигать мышечного отказа. Если вы начнете с весом, который окажется слишком легким, то эффективность дропсетов окажется под угрозой. Вы должны достичь полного отказа или точки совсем близкой к отказу с каждым весом в дропсетах. Будучи одной из самых интенсивных техник, бодибилдинг дропсеты требует осторожности и здравого смысла. Если использовать их все время, то вы быстро доведете себя до изнеможения и перетренированности. Отличный способ использовать дропсеты – это 3 к 1 метод выполнения трех обычных подходов, в упражнении за которыми следует один дропсет. Несмотря на то, что существует десятки высокоинтенсивных методов тренировок, которые можно и нужно использовать в своей программе, даже одной единственной техники дропсетов будет вполне достаточно, чтобы вызвать серьезный мышечный рост за очень короткий период времени. Не просто используйте старый метод Арнольд сбрасывания дисков со штанги для подъемов на бицепс, а попробуйте некоторые из этих новых различных методов, и результат будет удивлять и радовать вас долгое время. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok